В музейном выставочном центре акционерного общества «Апатит» начали работу сразу пять новых выставок. На открытии побывали Анна Белкина и Владимир Ильницкий. Отступает тема равнин, наступает тема горы. Автор выставки «Время горы» Анна Михайлова – член общества акварелистов Санкт-Петербурга. На ее картинах можно увидеть знакомые пейзажи – хибинских и лавазерских тундр. Анна – известная акварелист не только в Петербурге, но и у нас, поскольку север – это любимый регион, она очень много едет в экспедиции. Это не предпринятный постоянный пленэр, а постоянный мастер-класс, который попадает в очень большом количестве и детьми, и взрослыми. Персональная экспозиция «Живая пизиграфика» представлена Еленой Разумовой. Она участник местных всероссийских и международных выставок. По словам автора, определенной темы нет. Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты. Наших пейзажей не так много. Вдохновляют разные места красивые. То, что вижу, то рисую. Или просто какая-то созревает идея в голове и воплощаю на бумагу. Или вижу интересного человека – пишу портреты. Природа – мастерская художника. Так решила семейная пара – Леонид и Анастасия Григорьевы. Их выставка очень необычная. Изделия выполнены из капа. Просто вещи нам нравились. Мы покупали какие-то, где-то лет 30 назад уже, значит, сами здесь. Мы, к сожалению, не глянули. В лес пошел, и все нашел. Автор еще одной выставки – Алена Полиенко – педагог дополнительного образования Центра детского творчества Хибины. Она преподает вязание на спицах и вязание лентами. А с 2001 года занялась бисероплетением. И здесь представила результаты своих трудов. Выставка «Наша жизнь похожа на цветок» посвящена памяти Тамары Бондаренко, человеку, который на протяжении 40 лет работал в различных художественных школах и школах искусств. В основном представленная работа здесь – акварель, буаш. Она вообще заявлена, эта выставка, как декоративно-прикладная. Она вообще занималась очень многими вещами. То есть она занималась и бильенами, то, что мы здесь можем видеть немножко, и коллажами, и она делала буквы. Но вот, к сожалению, в моем распоряжении только то, что вы здесь видите. То есть это и фломастерные какие-то работы, и мятая бумага. Так что все пять выставок ждут своих посетителей. Мы видим, что уже который год наш выставочный центр все больше становится таким центром притяжения людей искусства, творческих людей. И это здорово, потому что это настоящий живой музей, живой центр. Мы видим из месяца в месяц растущие посещаемости. Сюда приходят не только наши жители, горожане, но и туристы. И самое классное, самое удивительное, то, что и горожане могут приходить сюда много раз. И действительно, уже среди первых посетителей мы встретили гостей Кировска. Узнали, что у вас сегодня открытие выставки, так как любим живопись, и поэтому пришла. У меня просто сестра, тоже член союз художников, и поэтому я обычно не пропускаю ни в одном городе, в котором бываю, какие-нибудь художественные выставки, художественные музеи. И как впечатление? Замечательно, очень талантливая художница. Приятно посмотреть, что вообще Кировск поразил, что здесь очень творчество процветает. Куча минералов, куча камней, куча картин. Все здорово, очень нравится. То есть под впечатлением остались? Да. Буду отходить. Выставки продолжат работу до 28 апреля. Дорогие кировчане, гости города, мы приглашаем вас на наши новые выставки. Режим работы музейно-выставочного центра с 9 до 9 вечера. Добро пожаловать.